Всем привет! С вами Ксения! Как и всегда, я зашла в Steam Greenlight в поисках упоротых или интересных игр. Могу вас обрадовать! На этой неделе действительно много качественных и стоящих проектов, но в рамках передачи я расскажу лишь о трех. С упоротыми дела обстоят не хуже, поэтому сегодня в выпуске их также три. Поехали! Это самая обычная велогонка. Ваша задача обогнать соперников и прийти к финишу первым. Правда, выглядит это, ну, очень плохо и неинтересно. Разработчик говорит, что в нас должно проснуться чувство ностальгии по 16-битным играм. Меня жутко радуют люди, которые прикрывают очень плохую игру воспоминаниями о тех самых временах. Этим V-Tour не спасешь. В последнее время игры, нацеленные только на юную публику и не по мотивам какого-либо мультфильма, делают довольно редко. А если делают, то чаще всего они похожи на то, что вы видите на экране. Хоть это и не похоже на отвратительную игру, но вы думаете, дети серьезно будут в такое играть? Нет сейвов, нет меню, нет катсцен, нет кнопки старт, нет чекпоинтов, нет графона, нет сюжета, нет адекватности, нет сил. Начиная с графона, это уже мои приписки, а все остальное является настоящим описанием данного проекта в Стиме. Наверное, расчет был на то, что игра окажется веселой, но как-то... ну... нет, спасибо. Переходим к действительно громким проектам этой недели. Грипп. Футуристичные гонки на бешеных скоростях. Над тем, что вы видите на экране, работали всего два человека, но выглядит это очень красочно и качественно. Вдохновением создателей были игры 1999 и 2000 года. Вот как нужно использовать ностальгию, чтобы делать хорошие игры в Этур. Впервые вижу такое огромное количество комментариев на странице Гринлайта за такой короткий промежуток времени. Все комментарии и часть описания на португальском. Поэтому я решила разобраться, как же вышел такой бум с игрой. Оказалось, что создатели игры владеют полуторамиллионным каналом на ютубе и в разработке проект находится не так уж и недавно. Castro Brothers поют песни об олдскуле и, видимо, в какой-то момент решили создать что-то свое. Онлайн игра в жанре научной фантастики, в которой вам предстоит исследовать космос на собственном корабле. Вы встретитесь с различными инопланетными формами жизни, которые можно уничтожать или приручать. Project Genome выглядит очень круто. И если тебя заинтересовала игра, голосуй. Ну вот и все, что мне удалось найти на дне Гринлайта на этой неделе. Услышимся на следующей. Всем спасибо за внимание. До свидания.